Причем порой, знаете, то, что не просто на грани фола, а реально можно показывать красную карточку, когда звучат угрозы в адрес авторов фильма. Но при этом, обратите внимание, один из патриархов отечественной оппозиции, если можно так сказать, Зенон Поздняк, он с выводами журналистского расследования согласился и сказал о том, что призвал не приходить на такие митинги, утверждая, что возможна на них провокация. Вот учитывая, что мнение, вот такой резонанс достаточно широкий, мы решили собрать вот эту подборку самых разных мнений после вкуса, после этого журналистского расследования, в том числе и то, что во многом напоминает такой информационный шум. Вот что получилось, давайте посмотрим. Всю прошедшую неделю целый ряд негосударственных СМИ, независимыми их язык не поворачивается назвать, держась за руки с небольшой группой оппозиционных деятелей, посвятили, среди прочего, убеждению себя, а заодно и всех окружающих, в том, что нашумевший фильм «Звонок другу» был посвящен шельмованию людей, недовольных декретом номер три. Профессиональная одиозность первых и политическая несостоятельность других ожидаемо не позволили объективно взглянуть на то, о чем говорилось в этом расследовании. В нем, конечно же, не говорилось ничего плохого о том, кого коснулся декрет, и это прогнозируемо было проигнорировано всеми теми, кого задели за живое. Конечно же, «Звонок другу» — это фильм о тех, кто пытается словить волну и социально-экономический вопрос увести в плоскость политическую, конфронтационную. В «Звонке другу» впервые была разложена по полочкам схема трансформации дискуссии части населения с государством в большой политический бардак. Все как по учебникам, написанным в Египте, Сирии, Киеве, социальный повод, кампания в «независимых» СМИ, выход людей на улицу и, вправду, вполне мирный, и использование этих самых людей. И без того малочисленные представители тех, кого коснулся декрет, были отодвинуты в конец протестной колонны. Процесс запущен, на авансцене печально известные люди, за их спинами еще более печально известные. В балаклавах головы, желательно факелы в руках, встроенные ряды, черные флаги. Жутковато, но, может быть, ладно. Хотя нет, ведь все это мы уже где-то видели. Причем тут Киев вопрошают независимые СМИ. А при том, именно там мы все это и видели. Киев вопрошают независимые СМИ. и тут же попали в разработку давно известных деятелей. Авторы расследования открывают занавес. Теми, кто вышел на улицы, просто пользуются как пушечным мясом. Их закулисье, вот эта вот четко налаженная система, которая описана, четыре этапа составления, берется протестная масса, там берутся четко сработанные организаторы, куртки, связи и так далее. Она сейчас была просто раскрыта, вывернута наизнанку. И так, правда, на поверхности. Известны явки, пароли, а с ними и спонсоры, методы работы и цели борцов из первых рядов. По идее, после таких убийственных оплеух, ложатся на дно, ну или в цивилизованном обществе пробуют объясниться. Но не тут-то было. Лучшая защита – это нападение. И в защиту героев разворачивается целая компания. Вот этих безымянных людей с закрытыми лицами. Это их идейные братья натворили делу соседей. Это их идейные братья, а может и они сами не разобрать, в Балаклавах же маршируют по столице страны, где сожгли хатынь, с портретами бандеровцев. Оправдать тяжело, а потому уводим разговор в сторону. Наша Нива цепляет отца, отбывающего срок любителя поносить тротил Романова. Тот обещает скрутить голову БТшникам за обвинение в терроризме. Кто потом станет разбираться, что в фильме в терроризме Романова не обвиняли? Дело-то сделано. Громкий заголовок в несколько дней красуется на главной странице. А внизу интервью, маленьким шрифтом, последней фразой, незаметно, ну да, тротил у сына был. Впрочем, манипуляции не остались без внимания манипулируемых. Жульничество сразу просекли на форуме. Он ничего не сказал по поводу тротила. А у органов есть все основания задерживать того, кто со взрывчаткой ходит. Успокоились? По факту. Тротил был, Романов в клаше осужден и тянет срок. Не прокатило и здесь, а значит беремся за экспертов фильма. Расчет, что уважаемые люди с серьезной репутацией откажутся в своих слов, не сработало и здесь. Вот попытка пообщаться с Владимиром Корниловым. Самое демократичное радио на свете, Радио Свобода, отрапортовало. Украинский политолог от комментария уклонился. Позже выясняется, не уклонился, а вдобавок опубликовал свою переписку с просителями интервью в Фейсбуке, где припомнил пропагандистам Радио Свободы и их связи с нацистами. Может быть поэтому в названии Радио Свобода слово «свобода» официально берется в кавычки. Оригинальный вопрос, а можете ли вы для начала ответить, Елена, с какой целью вы устроились работать в пропагандистской структуре под названием Радио Свобода? И знали ли вы, когда туда устраивались, о ее пропагандистском предназначении? Об истории ее создания, о том, как она после войны пристраивала откровенных нацистов и ксенофобов в свой штат? Буду вам очень признателен за комментарий. Фильм разбирали по косточкам, ловили блох, рассматривали стоп-кадры и как бы невзначай выносили за скобки самое важное. Все как один сделали вид, что не заметили одного разговора, который открывает суть подковерных игр. Специально для тех, кто не хочет верить своим глазам и ушам, повторяем этот звонок другу. Лебедька подставился как сильно. Ну, я его из говна вытянул, говнюка, поставил помощь с собой, свартовал. А я встал суперсменей, суперконгресса и так далее. Ну, я вот это говно запихнул, я еще не женщин был. Я говорю, чем я тебя породил, блин? Вот, и так далее. Как неповадно было другим, блин. Залили, выросли со мной позмогаться, шмакозявка, блин. Кто они такие, блин? Мне уже не текало, все. Я говорю, по голове отрымал, засунули, хай, оправдывайся. Сейчас понятно, почему этих людей все реже можно увидеть вместе. Статкевич с товарищами Санникова окучивают столицу. Лебедька с Римашевским и Губаревичем поехали в регионы. Вот молодечно. Показательнейший пример, история которого уходит в четверг. Президент проводит совещание по актуальным вопросам развития страны. Речь заходит об уличных акциях. Имеет право, заявил Александр Лукашенко, но без провокаторов. Установка местным властям с людьми говорить прямо на площадях. Проблемы решать. Цивилизованно, без оскорблений. На площадь человеку нельзя запретить ходить. Определите в городах ту площадь, на которую люди должны прийти и высказать свое мнение. Там будут начальники вертикали власти. Но никакого препятствия нормально жить трудящимся, скажем так, быть не должно. А что же случилось в Молодечно? В Молодечно случилось то, в чем не сомневался никто, хоть как-то знакомый с раскрытым в расследовании за кулисами. Людей собрали на площади под предлогом декрета номер 3. К собравшимся вышел глава райисполкома. Пригласил выдвинуть представителей и пройти в здание исполкома, чтобы обсудить проблемы, которые людей волнуют. Здесь-то и выяснилось, что организаторам акций декрет совершенно неинтересен. Мы вас сейчас приглашаем в здание райисполкома, чтобы мы на них ответили, будет принимать депутаты палаты представителей и работники райисполкома. Просим, пожалуйста, делегатов привык в райисполком. У меня все. В итоге, как договаривались, организаторы несанкционированной акции в ближайшие дни проведут в ИВС. Или вот, например, сегодня в Орше. К участникам протестов выходит представитель местной администрации. Приглашает в здание, обсудить проблемы. Нет, парадом берется командовать северинец. Диалог людей с властью снова срывают незваные вожди. Северинец задержан, ему грозит административное наказание. Ставить вопрос в такой дешевой довольно-таки плоскости, власть испугалась, давайте дожимать власть и так далее, и так далее. Это свидетельствует о том, что оппозиция не выросла, к сожалению, за это время. Я не очень рекомендую людям, которые культивируют публично эти взгляды, вообще говоря, испытывать власть на терпение. Испытывать власть на то, что вот мы стукнем, и потом посмотрим, что получится. Как правило, получается больно. Когда профессиональные борцы чувствуют запах жареного, в ход идут любые средства. Вот такие объявления стали появляться у подъездов жилых домов. В одном говорится, что жильцы этого дома ходили на марши, а потому по решению местных властей останутся пока без света. Здесь же, как бы невзначай, упоминается про другую планируемую акцию. А вот продолжение. В Гомельской области школьница принесла домой извещение с угрозой. Если у родителей есть долги по оплате коммуналки, то у них, цитата, дети будут изъяты из семьи и помещены в приют. Авторство сего документа неизвестно, но свою миссию он тоже выполнил. Дескать, айда на площадь, отбивать отобранных детей. Посеять панику, спровоцировать людей на жесткую реакцию против государства – задача номер один. Идея фикс – социальный взрыв. Это настолько очевидно, что заставляет выступить Зенона Позняка. Известный оппозиционер призывает людей не участвовать в будущем митинговом фарсе. И опасается он не властей, просто слишком явственно пахнет провокациями. На площадке плануется некая провокация. Я, маючи уже опыт политичный, хотел бы покорядить наших белорусам, ка были вельмя сцярожны. Тому, что люди, які плануют гэты сбор на площадке 25-го века, гэты люди постоянно занимались провокациями. И оппошляя самая такая страшная провокация была в 2010-м годе. Так кому это нужно? Ответы на этот вопрос прозвучали в журналистском расследовании. Отставному офицеру, отставному дипломату, криминальному бизнесмену, боевикам под черными флагами с закрытыми лицами. У них свой интерес, они готовы расшатать ситуацию, шагать по головам своих же соратников. В таком деле рассчитывать можно только на проверенные кулаки. Например, анархистов. Люди в масках вдруг стали появляться то там, то здесь. Даже на Куропатах без них не обошлось. И вот почему не обошлось. Разговор Дашкевича с северинцем. Использовать отморозков в таком деле – сомнительное решение, как ни крути. Но по-другому, видать, не умеют. В общем, об этом и был фильм «Звонок другу». Не о рабочем, что затянул с поиском работы. Не о матери, что воспитывает своих детей. Он был о тех, кто пытается сыграть на их слабости. Как бы не заговаривали главную идею расследования, реакция на него показала – попали в точку. А значит, быть продолжением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова